Продолжение следует... Чуваши, выражая скорбь по погибшим и соблезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим, постановляю объявить 19 октября 2018 года Днем Траура Чувашской Республики, День Траура на всей территории Чувашской Республики, приспустить государственные флаги Российской Федерации и государственные флаги Чувашской Республики, предложить организациям, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Чувашской Республики, отменить развлекательные мероприятия и передачи День Траура. Первый вопрос о состоянии пострадавших. Накануне в медучреждение были доставлены 9 человек. В больнице скорой медицейской помощи находятся 6 человек. Из них в тяжелом состоянии один крайне тяжелый, трое в средней степени. Все они стабильны. Министр здравоохранения сообщил, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи. Телефон специальной горячей линии 261414 Минздрав и 638932 Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Все 11 погибших опознаны. В расследовании обстоятельств трагедии участвуют все профильные ведомства, правоохранительные и надзорные органы. Участок дороги прямой, двухсторонное движение, направление города Москва имеет две полосы, в том числе одна выделена для общественного транспорта. Сторону Казань две полосы, очагом ДТП не является. Ширина проезжающей части 15 метров, имеется дорожная разметка, освещение, включено дорожное покрытие, асфальтный бетон. Водитель грузовика задержан. Заведено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса нарушению правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Участок трассы М7, на котором произошла авария, один из самых загруженных в Чебоксарах. Он является у нас сложным, это начинает к Угесе и до Нижегородского поворота. Мы неоднократно поднимали вопрос о его реконструкции, о разведении выезда с города Чебоксары в разных уровнях с дорогой М7. Я считаю, что этот вопрос надо поднимать перед Минтрансом и Росавтодором. В части мероприятий, которые будут организованы с нашей стороны, мы детально рассмотрим данный участок дороги. Насколько мне известно, он находился и находится в нормативном состоянии. В прошлом году были проведены ремонтные работы. Мы проведем сегодня совещание в более узком кругу с представителями подрядной организации, с представителями управления нашего дороги. Посмотрим, какие мероприятия первоочередные возможно на нем выполнить и в перспективе, какие мероприятия необходимо будет запланировать и какие сроки возможно будет провести данные работы. Накануне глава Чувашия поручил оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь. На эти цели из резервного фонда кабинета министров будет выделено 3 миллиона 200 тысяч рублей. Семье каждого погибшего будет оказана единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей. По 50 тысяч будет выплачено каждому пострадавшему. Кроме того, профильные ведомства и структуры проведут комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения вообще и пассажирских перевозок в частности. Пострадавшие в аварии жители республики находятся на лечении в больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Сегодня их посетил министр здравоохранения Владимир Викторов. Он сказал, что все необходимое для проведения процедур в больнице есть и отметил слаженную работу МЧС и скорой медицинской помощи. В Чебоксарах выстроена треугольная система оказания медицинской помощи при возникновении дорожно-транспортных происшествий. Вчера было очередное доказательство, что силы средства и скорой медицинской помощи, и служба медицинской катастроф, то, что проводится раз в партал учения вместе с силами МЧС, показало свою эффективность. И в течение 8-8,5 минут при поступлении сигнала появились наши машины скорой медицинской помощи. Дает машина скорой медицинской помощи. К сожалению, пострадало 20 человек. В настоящее время в больнице скорой медицинской помощи находится 6 пациентов. Из них трое в тяжелом состоянии и трое в нейрохирургическом отделении. Состояние пациентов в нейрохирургии стабильное. Они в сознании и разговаривают. Единственное могу сказать, что за истекшую ночь, за вечер, с того момента, как они поступили, их состояние стабильно. Угрозы для так называемых витальных функций нет. Они находятся под неусыпным контролем. Диагнозы выставлены. Я могу совершенно ответственно сказать, что и по препаратам, и по кадровому потенциалу они обеспечены всем необходимым. В БСМП развернут штаб по оказанию помощи родственникам пострадавших. Здесь собирают информацию о членах семей пациентов, их контактные данные, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Напомним, Минздрав открыл и специальную горячую линию для консультации и оказания психологической помощи. Звонить можно по номеру 26 14 14. Ольга Алексеева, Бахтиар Вилиев, Республика. Водителя самосвала, участника жуткого ДТП, на время следствия заключили под стражу. Пока на два месяца, до 11 декабря. Такую меру пресечения ему избрал Ленинский районный суд. По словам подозреваемого, в тот злополучный вечер все началось с того, что затормозил впереди идущий автомобиль. На что водитель самосвала тоже отреагировал и затормозил. После чего его машину вынесло на встречную полосу. Что на самом деле произошло на трассе М7 вечером 11 октября, предстоит выяснить следствию. Сейчас расследуются два уголовных дела. Одно в целом по ДТП, его ведет МВД Чувашии. Второе по факту ненадлежащего оказания услуг без соблюдения требований безопасности, что повлекло гибель людей. Это дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Проводится проверочное мероприятие по произошедшим событиям, а именно проводится проверка соблюдения законодательства о труде, о лицензировании и о безопасности пассажирских перевозок. Данная проверка уже имеет результаты, а именно на сегодняшний момент уже выявлено нарушение в деятельности организатора пассажирских перевозок и вынесено постановление в порядке статьи 37-го Головного партизального кодекса, которое направлено Следственное управление Неследственного комитета России и Почеварской Республики с требованием о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будут изучаться техническая документация микроавтобуса и грузового автомобиля, а также действия водителей этих машин. Сегодня глава Республики Михаил Игнатьев провел очередное заседание Совета по стратегическому развитию проектной деятельности. Согласно новым указам президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года определены 12 приоритетных направлений. Объем финансирования мероприятий по стране за 6 лет составит 9 триллионов рублей. В 2019 году софинансирование из республиканского бюджета региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных программ, которые входят в состав национальных, составит более 7 миллиардов рублей. Новый указ открывает для жителей республики массу возможностей. Главное, эффективно их использовать, отметили участники заседания. Все те мероприятия, все те направления, которые обозначены, прежде всего, в этих стратегических документах, в этих национальных целях, они должны быть выполнены, уважаемые коллеги. Для этого есть рабочие органы, сейчас тоже обсуждаем. Для этого должны быть созданы соответствующие рабочие органы, которые конкретно будут заниматься обеспечительскими функциями на уровне администрации районов и городов, отраслевых министров. Сегодня члены заседания утвердили состав проектных комитетов, а также одобрили перечень из 49 региональных проектов. Работа проектного офиса ведется по таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, производительность труда, поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Утвердить паспорта региональных проектов планируют уже до конца года. Первый Чебоксарах многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг открылся в 2010 году. Сегодня работают уже четыре офиса. Горожане эту форму работы оценили по достоинству. Процесс оформления документов занимает заметно меньше времени. Еще один МФЦ скоро откроется в северо-западном микрорайоне столицы. Специально под него реконструируют помещение по улице Эльгера. С ходом работы знакомился глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков. Четыре тысячи человек в сутки сюда будут обращаться за услугами? Да. Ну, в рабочий день с восьми утра до восьми вечера примерно четыре тысячи жителей северо-западного района здесь будут. А в центральном сколько? Сегодня, можно говорить, примерно шесть тысяч. Алексей Ладыков поручил завершить работу по асфальтированию в ближайшее время до наступления дождей. До заморозков необходимо закончить тепловой контур здания, чтобы рабочие могли вести отделочные работы при низких температурах. А в бывшем помещении вечерней школы по улице Социалистической ведется капитальный ремонт. Как только он будет закончен, сюда переедут часть учеников в 61-й общеобразовательные школы, которые загружены сегодня на 200%. В новом учебном корпусе планируется создать 500 мест. Это поможет частично решить проблему второй смены. Во всяком случае, ребята пятых-одиннадцатых классов смогут ходить на занятия с утра. Капримунт проводится в рамках республиканской программы развития образования. Половину средств выделяет республиканский бюджет, вторую – городская казна. Летом этого года было подписано соглашение, в котором прописаны условия финансирования. Из республиканского бюджета средства идут в этом году в районе 44 миллионов рублей. И на следующий год средства идут из муниципального бюджета на финансирование ремонтных работ в этой школе. Соглашение подписано. Были кое-какие проблемные вопросы. Но после того, как глава республики услышал наше обращение, все проблемы были решены, соглашение подписано, объявлен конкурс, определен подрядчик. Подрядная организация, нам известно, строила, ремонтировала и реконструировала в городе несколько социальных объектов. С открытием нового корпуса появятся условия для профильного обучения старшеклассников. Здесь оборудуют лаборатории химико-биологического, физико-математического, информационно-технологического и других направлений. Ремонт пристроя начался в сентябре. Завершить его планируют к лету. Работы на объекте идут по графику. В гости по делу. У людей бизнеса по-другому и не бывает. В Цивильске представители регионального отделения деловой России собрались на выездное совещание. В этом городе свой бизнес ведет один из представителей общественной организации Дмитрий Порфирьев. У него семейное дело по производству дверей. Сейчас Сергей Дмитриевич поделился, что полгода они ездили в Москву на учебу, и у них продажи поднялись на 10 миллионов рублей в месяц. Было 7, стало 17. То есть это солидно. Именно мы подсмотрели идею продаж. Вот это основа всего любого предпринимательства сегодня. Продажи, заказы, корпоративная политика – общие темы для всех бизнесменов. Общаясь и изучая, как организована работа у коллег, предприниматели сравнивают с собой и подмечают удачные решения, которые можно применить на практике. При этом на прямые вопросы получают честные ответы. Как с заказами у нас? Ну, знаете, с заказами… Вот почему-то вот сейчас рынок нестабильный. В данный момент третий месяц идет какой-то спад. Мы не знаем, с чем он вызван, непонятно. То есть это все наши коллеги, кто в этой утрасли работает, и все говорят, что какой-то идет спад непонятный. У нас очень сильно и мощно, я бы сказал, развита техника безопасности. Мы на это очень сильно акцентируемся. Ну и еще мы обучаем людей. Из собственного опыта, из собственной практики я знаю, я понял, что когда я развивался и работал в других отраслях, мне не хватало образования. То есть я был нацелен на самообразование, но не все люди нацелены на самообразование, у всех хватает мотивации. Поэтому мы создаем условия такие, чтобы наши люди, наши сотрудники развивались. На заседании предприниматели обсудили предстоящие изменения в законодательстве и вручили свидетельство новобранцам общественной организации «Деловая Россия». Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова